В Москве, на Новорязанской улице, недалеко от станции метро Комсомольская, в декабре 2022 года открылся гастроквартал Депо-3 вокзала. Уникальное многофункциональное пространство общей площадью 2,8 гектара. Изначально ансамбль краснокирпичных зданий был возведен в 1911 году для Рязанского парка городских железных дорог. Комплекс зданий был построен по проекту инженера Михаила Поливанова. В начале здесь было трамвайное депо, а с 1937 по 2015 год здесь находился второй троллейбусный парк. Первые троллейбусы появились в Москве в 1933 году. Они постепенно стали замещать трамваи. Самое большое здание – это бывший вагонный сарай. Украшают это здание небольшие башенки по краям. А башенки над центральным входом венчают красные звезды. Продолжение следует... Продолжение следует... Старый троллейбус МТБ-82Д стоит в качестве памятника на крыше трансформаторной подстанции. Эта модель троллейбуса выпускалась сначала в Тушино, а затем в Энгельсе. С 1946 по 1961 год было выпущено более 5000 троллейбусов этой модели. С крыши бывшего вагонного сарая открывается уникальный вид на депо и Москву. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok